Официальный график на май и на июнь. Владимир Путин сегодня в Турции. Про отношения наших стран в последние годы только ленивый не высказывался. Дескать, что это за дружба? Ну и дальше в таком духе. Я только одно хочу напомнить. На протяжении столетий, начиная с Петра Великого, Турция была главной страной на юге от нас и всегда нашим врагом. И знаете почему? Потому что так хотели западные страны. Сначала Англия, потом в прошлом веке Германия, потом США как хозяин НАТО. И вот теперь впервые в истории Турция наш друг и ключевой партнер в регионе. Думаете, это легко? Заявление с пресс-конференции лидеров России и Турции через несколько минут. А пока подробности визита Владимира Путина в Анкару в материале Константина Панюшкина. Таким кортеж президента России увидишь не часто. Лимузин Владимира Путина сопровождает конницы. У ворот встречает президент Эрдоган. Звучит гимн России. Начальник генерального штаба Минобороны России Валерий Герасимов. Вместе с ним все турецкие военные берут под козырек. Гости из Москвы приветствуют залпами артиллерия. По бирюзовой ковровой дорожке президенты следуют мимо почетного караула. Раджеп Таип Эрдоган что-то шепчет Владимиру Путину. А спустя мгновение российский президент приветствует солдат по-турецки. Владимира Путина встречает почетный караул, но не только. Турецкие военные в исторической форме разных эпох. Один в шкурах с копьями, другой ассасин-лучник и еще один в золотых доспехах. Всего 16 солдат. Меры безопасности беспрецедентные. Собаки-саперы турецких спецслужб обнюхивают телекамеры и штативы журналистов. Под окнами дворца армейский броневик. Спецназовцы по периметру. В воздухе дрон. Через несколько минут лидеры появятся во внутреннем дворе президентского дворца Владимир Путин под песню Калинка. Телемост Анкара-Акую. На юге у побережья Средиземного моря строители готовятся залить бетон в основание первого блока первой турецкой АЭС. В Турции десятилетиями дефицит электроэнергии своих технологий нет. Так что строит Росатом. Он же будет зарабатывать на продаже электричества по окончанию всех работ. Такой проект Россия реализует впервые. Значимость этого масштабного инновационного проекта трудно переоценить. По сути сегодня мы не только присутствуем при сооружении первой турецкой атомной электростанции, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом. Мы создаем, начинаем создание новой отрасли. Россия один из признанных лидеров в области мирового атома. При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии. Такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России. Признательны турецким коллегам за решение предоставить современному совместному проекту статус стратегической инвестиции. Расширить для него перечень налоговых льгот и преференций. Хочу поблагодарить всех турецких друзей за это решение. Оно сделало этот проект экономически целесообразным, выгодным. Хочу обратиться со словами благодарностями и к депутатам парламента Турции. Это позволит существенно повысить его коммерческую привлекательность для потенциальных инвесторов. Турецкий персонал будущей АЭС сейчас еще только проходит обучение в российских вузах. 35 специалистов уже выпустились в перспективе. Команда российско-турецкая 50 на 50. Почти те же пропорции сейчас на стадии инвестиций в строительство. Вакантные вложения на 10 миллиардов. Сейчас идут переговоры с турецкими коллегами, с компаниями. Я думаю, что будут достигнуты договоренности об участии турецких компаний. Российские строители и турецкие под присмотром наших возведут 4 блока АЭС. Первый должен заработать в 2023-м. Особый год для Турции страна будет праздновать столетие республики. Нам было суждено осуществить нашу полувековую мечту. И все получилось благодаря нашему серьезному подходу к этому вопросу. В этой связи я хочу выразить благодарность господину, в первую очередь моему другу Владимиру Путину. В 2023 году мы сдадим первый реактор АЭС Ахую. Всего по завершению строительства будет 4 реактора. Я думаю, что все будет закончено в срок, и этот проект пойдет на пользу нашим странам и народам. Мощности АЭС хватит для сравнения на целый мегаполис, такой как Стамбул. Станция покроет 10% турецких расходов электроэнергии. А кроме того, за десятилетия создаст тысячи новых рабочих мест. Путин и Эрдоган дают старт грандиозной стройке. Да, АЭС Ахую сделка стоимостью вдавает десятка миллиардов долларов. И все же это лишь часть повестки российско-турецких переговоров. В президентском дворце Путин и Эрдоган обсуждают турецкий поток поставки российского вооружения. Анкара закупает комплексы С-400. Обсуждают торговлю в целом и пресловутыми помидорами в частности, туризм. И, конечно, лидеры говорят о сирийском урегулировании. Сверхочасов у президентов России и Турции регулярная. Только в прошлом году они встречались 8 раз. В этом году 7 раз говорили по телефону. И все же двусторонняя встреча лидеров один на один длится полтора часа. Обсудили даже резиденцию главы Турции Реджепта. И Эрдоган решил посоветоваться с Владимиром Путиным по поводу предстоящего капитального расширения своих владений. О контракте на поставку комплексов Triumph S-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов говорили уже на переговорах в расширенном составе. В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем S-400 Triumph. Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения. Товарооборот двух стран идет в гору рост. В прошлом году более чем на 40%. Планировалось, что речь зайдет и о путешественниках из России. В прошлом году они побили рекорд 2014-го. 4 миллиона 700 тысяч наших сограждан отдохнули в Турции в 2017-м. Другая актуальная тема – турецкий поток. Две трубы по дну Черного моря. Работа закончится в декабре 2019-го. Газопровод сможет прокачивать более 31 миллиарда кубометров природного газа в год. Половина предназначена для европейского рынка. Но даже с вводом турецкого и второго северного потоков Россия не откажется от транзита газа через Украину, заявил сегодня Алексей Миллер. Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы. И, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные. По-видимому, речь может идти о 10-15 миллиардов кубометров газа в год. Контракт на новых условиях будет? Ну, предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в стокгольмском арбитраже. Сегодня же в присутствии президентов подписаны межправительственные соглашения, а кроме того, договор о создании российско-турецкого инвестиционного фонда. Завтра в Анкаре второй большой рабочий день российского президента. Трехсторонний саммит Россия, Турция и Иран. Лидер государств-гарантов астанинского процесса будут говорить о сирийском мирном урегулировании. Кроме того, Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с иранским главой Хасаном Рухани. Константин Панюшкин, Роман Хроленко, Борис Черемис, Ольга Меркулова.